Мессианское движение различного рода дилетанты, хотя есть и некоторые довольно серьезные исследователи, которые проделали очень интересную, на мой взгляд, работу. Столкнувшись с таковыми, я и принял решение, заручившись поддержкой моего друга и наставника профессора Баруха Корман, поделиться с вами некоторыми размышлениями, контексте взаимосвязи Израиля и Церкви Христовой. Тема вообще сама по себе обширна. Я рассудил не распыляться, не заниматься полномасштабным исследованием, а сконцентрироваться лишь на одном единственном вопросе. Ниже этот вопрос будет приведен. Итак, прежде всего мне бы хотелось определиться с терминологией, которую я буду использовать в данном рассуждении. А именно, когда я говорю сейчас Израиль, я оставляю за скобками дискуссию на тему духовный Израиль, уверовавшие в Иисуса являются наследниками Авраамовыми в духовном смысле и так дальше. В данном рассуждении, говоря о Израиле, я говорю только о потомках Якова по плоти. Дальше будет очевидно, почему я делаю именно так. Второй термин, который я сегодня буду очень часто использовать, это завет. Несмотря на то, что слово это обрело сегодня или обросло, можно сказать так, довольно многими смыслами, в моем рассуждении я предлагаю вернуться к первоначальному смыслу и значению этого слова, а именно как договор или союз, скрепленный особой клятвой. И важно понимать, что у этого договора, как у любого другого договора, есть обязательства сторон, есть права и обязанности, то, что мы называем. И вот главный вопрос, который я сегодня хочу задать и попробовать вместе с вами найти на него ответ, а именно, продолжает ли быть действительным договор, заключенный Богом с Авраамом, по отношению к его потомкам по плоти, к Израилю. Для того, чтобы это понять, сначала нам нужно разобраться с заветом Бога с Авраамом. Как вы, возможно, знаете, завет Бога с Авраамом является не первым заветом на страницах Священного Писания. Почему это важно? Во-первых, потому что завет, заключенный с Ноем, или договор, заключенный с Ноем, о чем мы с вами читаем в Бытие 9 главе 9 стихом, распространяется на всех потомков. Ноя, значит, на всех людей, живущих на земле. Это первое. Подробно, если кто-то хочет об этом узнать, у меня есть урок, который называется «Семь заповедей потомка Ноя». Вы можете его посмотреть. Во-вторых, это важно понимать. Почему? Потому что я столкнулся с вот с какой идеей. Причем у человека, который лично в моих глазах является большим авторитетом, которого я люблю и уважаю, он выразил такую идею, что у Бога никогда не было двух заветов одновременно. И таким образом он делает вывод, что появление нового завета через Иисуса отменяет предыдущий завет, который был заключен с Израилем. Но очевидно, что данный текст и данный факт говорит противоположное. Несмотря на то, что когда Бог заключал завет с Абраамом, уже существовал завет с Ноем, больше того, можно сказать, когда Бог заключал завет с Израилем или с Иисусом, продолжает существовать завет с Ноем. То есть существование двух заветов параллельно возможно. И радуга сегодня, которую мы видим в небе, которая является знамением завета с Ноем, лучшее тому подтверждение. Итак, если мы говорим о договоре с Абраамом, то важно понимать, что несмотря на то, что сам процесс заключения, подписания, я бы сказал, этого договора описан в 15 главе книги Бытие, но началом все лежит в 12 главе, когда Бог начинает на себя брать обязательства договорные, что-то обещая Абрааму. Что же Бог пообещал Абрааму? Во-первых, Бог обязуется произвести от Абраама большой народ, причем 14 глава нам уточняет, что будет как песок земной, 15 глава нам показывает, уже сравнивая со звездами на небе, и уточняет, что речь идет о генетических потомках Абраама, а не каких-то других. Дальше пункт договора. Бог обязуется возвеличить имя Абраама. Третий, Бог обязуется благословить благословляющих и проклясть хулящих Абраама. Об этом подробно я говорить сегодня не буду. Пожалуйста, если кто-то хочет, у меня есть библейские уроки, говорящие об обетовании Абраама. Пожалуйста, вы можете их посмотреть для деталей. И Бог обязуется благословить Абраамам все племена земные. 22 глава нам после испытания с Исааком уточняет, что речь идет о том, что именно семя Абраама станет благословением для всех племен, живущих на земле. И, конечно же, в свете толкования Павлом в послании к Галатам мы с вами понимаем, что речь идет об обетовании Мессии. Так нам Шауль толкует эти слова. Дальше, в 13 главе мы видим, что Бог обязуется дать Абраму и его потомкам землю, которую он видит. 15 глава нам уточняет, что речь идет о том потомстве, которое вышло из Египта. И тут мы с вами понимаем, что это обетование направлено на детей Иакова, потому что мы с вами знаем, что есть и другие. Они тоже как бы являются потомками Абрама, но они не являются потомками Иакова. А значит, обетование о земле к ним отношения не имеет, а имеет отношение к Иакову. Дальше, в 15 главе нам уточняет размеры этого обетования. Здесь упоминается от реки Египетской до великой реки Ефрат. Такова, в соответствии с обещанием Богом, данным Аврааму, должна быть земля Израиля, потомков Иакова, которую он ему обещал. Ну и, собственно говоря, подписание союзного договора, как я это называю, собственно, обряд самого заключения договора мы с вами находим в 15 главе. Все делается в соответствии с юридическими нормами того времени. Похожую картину мы, кстати, можем наблюдать, когда говорится о заключении завета между Авраамом и Авемелихом. Там другой немножко договор, поэтому есть и отличия. Но именно так клятвенный договор в то время и делался. Хочу обратить ваше внимание на пару моментов. Во-первых, наверняка внимательный человек уже заметил, что пока речь шла исключительно о том, какие обязательства на себя брал Господь Бог. Почему? Потому что это показывает нам, что Авраам не имеет в соответствии с этим договором никаких обязательств. А это значит, в свою очередь, что исполнение этого договора зависит исключительно от Бога. Во-вторых, мы с вами видим, что заключение договора происходит исключительно по инициативе Авраама, и Господь соглашается с ним. Почему это важно? Потому что мы понимаем и знаем, что Слово Божие не нуждается в клятвенных подтверждениях. Достаточно того, что он сказал, так будет, и это не изменится. Авраам же нуждался в подобном подтверждении, и посему Господь согласился пойти на этот договор. Третий пункт, уже непосредственно говоря о процедуре заключения договора. Хочу обратить ваше внимание вот на что. Что между рассеченными жертвами прошел только Бог. Авраам не делал ничего подобного. А это значит, в соответствии с юридическими нормами того времени, что Бог заключил с Авраамом договор, а Авраам с Богом не заключал. С одной стороны, это означает, что исполнение этого договора зависит исключительно от Бога и от его желания исполнить этот договор. Ну, когда мы говорим о Боге, понятно, что он не изменяет своих решений. С другой стороны, это означает, что независимо от того, как Авраам дальше живет, как его потомки дальше живут, как кто бы то ни было дальше живет, договор должен быть все равно исполнен, потому что гарантом этого является сам Бог. Здесь я тоже подробно останавливаться не буду. Если вы хотите, у меня есть два урока по благословению Авраамова. Первый и второй. Вы можете посмотреть это на нашем канале. Смотрите. Независимо от того, какой Авраам, независимо от того, какой Израиль, обетованные, не отданные Богом, должны исполняться. И это очень важно, потому что мне трудно даже представить, что такое обетование, как, например, приход Мессии в этот мир, зависело бы от того, хорошо поступает Авраам или нет, или его потомки, или кто бы то ни было. Хочу, кстати, для любителей исследований обратить внимание вот на какую интересную деталь. При заключении этого договора в русском синодальном переводе написано, что Авраам должен был взять трехлетних животных. В раввинистических переводах я находил троекратно или тройственно. И на мой взгляд, вот это более точно передает значение слова, которое там находится в еврейском языке. И, на мой взгляд, в этом есть намек на то, что, как мы верим в триединство Божие, что вся Божественная Троица участвовала в заключении этого договора. 17 глава, кстати, нам показывает, что этот договор носит вечный характер, неизменный, а значит, он не может быть отменен. То есть гарантом исполнения этого договора является только Бог. Или Бог должен измениться, и тогда договор отменится. Или договор отмененным быть не может. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok